Одесская область Раздельнянский район Колхоз имени Андрея Иванова Естественно, как только объявили войну Сразу практически всех десятиклассников Сразу-сразу-сразу забрали Мало того, забрали моего дяди Младшего брата, которому папе хоть было 17 24-го года А дяде моему, которому было 14 лет Но он был взрослым Он так хорошо выглядел Он очень хотел на фронт Его взяли Было где-то в Польше сквозь немецкую деревню Там немцы очень плотно держали эту деревню Они никак не могли прорваться И тогда, опять же, это мне рассказывал и папа, и его товарищи фронтовые Он придумал такую Затеял такую затею В общем-то, это режиссура Я так вот сейчас понимаю, что это просто такое сочинение Он собрал нескольких своих однополчан И они повесили на мотоциклы Или на мотоциклы с коляской Они повесили с двух сторон бочки из-под бензина И прострочили их автоматными очередями То есть сделали там много дырок Кроме этого, они навесили Они собрали фары И навесили на каждый мотоцикл фары В места, где они не должны быть И вот так человек пять с автоматами Вот на этих мотоциклах с этими бочками и фарами Они глубокой ночью ворвались в эту деревню И с бешеным свистом, поскольку эти бочки свистели И с жутким светом, который бил в разные стороны Они пронеслись сквозь деревню Откуда начали выбегать немцы Начали стрелять В общем, практически они вошли в тыл, что называется И окружили И таким образом эта деревня была, что называется, освобождена Вот так История была в том, что когда союзнические армии заняли Берлин То решили как-то это Там, естественно, они все радовались Они каким-то образом это отмечали И все это видно в хронике И все это мы знаем, читаем, рассказываем Но вот об этом я почему-то почти не читал Вот о том, о чем знаю по рассказам папы Не просто по рассказам, по фотографиям По рассказам его товарищей Там проводились мотогонки союзнических армий И, естественно, там никаких там олимпийских чемпионов не было А там были военные разведчики То есть там были моторазведчики Которые во всех армиях владели мотоциклом Вот И каким-то образом прошли отборочные соревнования И мой папа на самом мощном мотоцикле В том самом 750 кубических сантиметров Он выиграл эти соревнования Выиграл первое место То есть как бы в самой престижной гонке За что Жуков подарил ему мотоцикл новый С серебряной доской Вот все это есть фотографии С серебряной такой вот табличкой На которой было написано За победу там в соревнованиях союзнических войск Мало того Он получил на несколько дней отпуск Для того, чтобы вот приехать на родину И ему предложили А ему предложили В Берлине Руководить такой мотошколой То есть готовить молодых Я так понимаю, что поскольку наша армия оставалась в Берлине И оставалась в большом количестве То как бы тут же начать готовить вот таких моторазведчиков Даже ему квартиру успели показать Я так о нем рассказываю Ему в этот момент был 21 год Даже еще не исполнился 21 год Вот и он приехал в деревню Вот на эти несколько дней И продал мотоцикл Поскольку был жуткий голод послевоенный И купил деду корову И купил сток сена И пришел в клуб Плохо освещенный И мама, которая тогда была 19 И которая потеряла на войне родителей Тоже пришла в этот клуб В юбке, которую она себе сшила Из мешка Из мешковины А он, это уже рассказы мамы А он красавец Увешанный орденами Посмотрел на всех там Кто танцевал, кто стоял Выбрал маму И предложил ей поехать в Германию Меня еще, естественно, не было Вот Предложил поехать в Германию Рассказывая, какая у него там квартира И рассказывая Многое другое Он все время, он очень немцами Как-то восхищался Восхищался их чистотой Ну, там вот Всеми известными нам Характеристиками Немецкого народа Вот А мама У которой погибли родители Причем погибли трагически И они Моя мама Со своей сестрой С мамой И с папой Ехали в эшелоне И Шла бомбежка Очень сильная И родители погибли И две девочки Маме было 15 лет О сестре О сестре Это был 41-й год И сестре было 12 лет Вот они Вот так вот Возле станции Армавир Есть такое место Там до сих пор Огромная братская могила Вот там и остались Бабушка с дедушкой Которых я, естественно, никогда не видел И в честь которого Дедушке я назвал И Мама не поехала И тогда папа Вернулся В Германию Там, кстати, его товарищи Каким-то образом Видят, что он без мотоцикла Но он табличку привез с собой Они каким-то образом Такой же мотоцикл Страшно сказать Но украли В американской комендатуре И привинтили эту же табличку Вот все-таки бандит Все-таки хулиган И он еще какое-то время На этом мотоцикле Там поехал А потом Поездил А потом все-таки Демобилизация Вот и он вернулся Да Но, естественно, они встретили победу в Берлине Конечно Они встретили победу в Берлине Они уже понимали, что победа Там же было как бы две победы Было вот это Восьмое мая А потом девятое мая Когда мы объявили Но уже вот Европа вся И американцы Французы Англичане Они вот восьмого Все это праздновали И они тогда Им казалось, что Ну, как это всегда Бывает, как это было В той самой войне Двенадцатого года Вот, когда страна надеется Что теперь все будет по-другому Что Европа будет другая Мир будет другой Люди будут другими Конечно же, они Тогда еще все границы были условные Конечно же, они Бросались в объятия друг друга И обменивались всем, чем могли И едой И выпивали И все эти там Склады с немецким вином Открывали И по домам ходили И их кормили немцы Там все перемешалось Там и поверженные немцы И ликующие американцы Англичане, французы Все, что Как бы Все, что Есть такое Человеческое проявление Все там было И Ну, он довольно часто Что-то такое делал Я так понимаю, что он был Не понимаю, я знаю Он был При том, что он был таким скромным И работягой таким Но он был таким очень творческим Изнутри человеком И вот, к сожалению Это творчество Должно было Вот Проявиться в войне Наверное, если бы Он Перед войной Или вместо войны Там учился И изобретал автомобили Или Другую технику Наверное, он бы сделал это Не менее талантливо Но вот так Распорядилась судьба И И И И подвиги И таланты Ушли в войну Война Которая унесла Столько жизней Которая Практически На несколько лет Лишила Даже тех, кто жил Лишила Возможности Вот всех Нормальных Человеческих проявлений Тем не менее Была для них Звездным часом Была для них Востребованным Они были востребованы В этом времени И они Мотоцикл Танк Автомат Они понимали За что Куда Как-то ясно Очень было И, конечно Они совершенно Справедливо Этим гордились И Счастье Что пока мы живы Мы можем Ими гордиться Счастье